До начала концерта 4 часа. У входа на центральный стадион Челябинска уже собрались тысячи человек, в основном подростки, в надежде успеть занять место ближе к сцене. Для этого им пришлось пробиваться через охрану и в буквальном смысле бежать к месту появления артиста. На подготовку концерта организаторам потребовалось несколько месяцев. Были задействованы сотни человек, среди которых множество волонтеров. Чтобы увидеть своего кумира, последние не жалели ни сил, ни времени. Ведь согласно условиям организаторов, бесплатно попасть на концерт можно было, отработав аж 100 часов. Это сумасшедшая подготовка. Мы готовились полгода к этому мероприятию. Макс Кош, наверное, единственный артист, который на всем по советскому пространству собирает стадионы. У нас есть ребята, которые ответственны на трибунах, есть ребята, которые ответственны за рупоры. Они находятся перед входом и в рупоры говорят тоже, что нужно делать, как нужно себя вести. Зрители, независимо от возраста, вели себя вполне достойно. Многие не стеснялись, проявляли свои таланты. Одни выполняли акробатические упражнения, другие играли на барабанах, а некоторые компании водили хороводы. Поклонники ликуют и радуются. Еще бы, ведь совсем скоро на сцене самого большого стадиона города появится Макс Корж. На любимцы миллионной публики пришли посмотреть не только челябинцы, но и жители Кургана, Екатеринбурга, Тюмени, Перми, Башкирии и даже Казахстана. Для того, чтобы увидеть Макса Коржа вживую, люди проделывали путь в сотни, а то и в тысячи километров. Так чем же так привлекает поклонников творчества белорусского певца? Макс Корж – это необычный певец. Это слияние, во-первых, стиля, постсоветского стиля, который вместе смешивается с молодежными темами и тем самым он завлекает свою публику. В Челябинске, по всей видимости, Макс Корж сумел достучаться как минимум до 15 тысяч душ. Ну это атмосфера в первую очередь, песни тоже, они очень простые о жизни. У него такие прям душевные песни, то есть они задевают каждого за что-то. Это только малая часть публики. Сегодня центральный стадион Челябинска примет порядка 15 тысяч человек. Помимо сотрудников полиции, МЧС и скорой помощи мероприятия также курирует родительский комитет, ведь основная часть зрителей – это подростки от 12 до 16 лет. Как говорят организаторы, сформировать родительский комитет приказала администрация города для того, чтобы избежать несчастных случаев. Концерт, кстати, в итоге прошел без происшествий, не считая огромных заторов в районе стадиона. Некоторые горожане даже сумели пошутить, стоя в пробке. Цитата. «Ничто так не парализует город, как концерт Коржа». Или, цитата. «Корж, верни 20 минут моей жизни». В целом можно по-разному относиться к творчеству этого исполнителя, но собрать многочисленный стадион в Челябинске пока не удавалось никому. Александр Беспалов, Алексей Феденков, СТС, Челябинск.